МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Кто может обратиться в Центр занятости населения Самарской области, где можно найти все вакансии работодателей региона? Что предложит жителям губернии всероссийская ярмарка вакансий? В нашей студии директор управляющего Центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин и заместитель директора управляющего Центра занятости населения Самарской области Наталья Чагадаева. Александр Владимирович, Наталья Борисовна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Потому что вопросы трудоустройства, вопросы работы, это, наверное, для всех людей одни из важнейших в жизни. И вот с чего бы хотелось начать. Многие жители областного центра уже отметили обновление офисов службы занятости. Вот чем вызваны эти перемены? Что это? Это только внешние какие-то, скажем так, смены брендбука или что-то еще? Благодаря Министерству трудозанятий и миграционной политики Самарской области, а также поддержке Дмитрием Игоревичем Мазаровым, губернатором Самарской области, в прошлом году Самарская область вошла в число 17 пилотных субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по комплексной модернизации сети центров занятости в рамках национального проекта «Демография». Это, в первую очередь, что дало? Это создало единые требования бренда «Работа России». То есть это создание всех необходимых функциональных зон в территориальных центрах занятости. Также это оснащение необходимой техникой, мебелью, современными навигационными элементами. Также сотрудники, непосредственно оказывающие государственные услуги, получили фирменную одежду, выполненную в фирменном стиле бренда «Работа в России». Но это, скажем так, основные моменты, но не главные. Главный момент – это переход на новые проактивные формы оказания услуг. В первую очередь, если мы раньше ориентировались на безработных граждан, то теперь у нас изменилась категория. Мы, в первую очередь, ориентируемся на ищущих граждан и тем самым повышая их социальный статус. То есть к нам теперь могут обратиться не только безработные, не только подростки, но могут к нам обратиться все любые граждане. В этом случае мы им предложим целый спектр государственных услуг, в том числе и возможность пройти переобучение по востребованным профессиям. Вот изменения, скажем так, внешние и изменения технологические – это, конечно, очень важно. Но вот модернизация обычному клиенту службы занятости, что она дала, а как вот меняется для него эта система? Вы знаете, я вот немножко уже сейчас в первом, скажем так, вопросе акцентировал на момент, что если раньше, скажем так, центр занято, сравнивали с какой-то биржей труда, где… Ну, честно говоря, я прошу прощения, я вот, ну, какое-то время назад я его так и воспринимал, вот я сейчас просто, у меня стали меняться, скажем так, стандарты. Ну, на самом деле, да, действительно, во-первых, сейчас и рынок труда немножко заменился. Если раньше основной задачей была это снижение напряженности на рынке труда и борьба с безработием, то теперь основной задачей службы занятости является обеспечение трудовыми ресурсами предприятий, в первую очередь, обороны промышленного комплекса. В связи с этим и у нас проходит ряд новых мероприятий, которые внедряются в прошлом году благодаря комплексной модернизации сети центров занятости. Это и, соответственно, у нас и выездные рекрутинги, это у нас и новые сервисы для различных категорий, и также изменение нацпроекта «Демография», которое теперь позволяет обучиться более широкому спектру граждан, в том числе и гражданам, которые зарегистрировались на портале работы России как ищущие. Все это создает, скажем так, комплекс возможностей для граждан Самарской области. Вот модернизация, она как бы хороша, но модернизация технологическая – это еще не все. Нужно менять профессионализм сотрудников. Вот что делается для этого? Как специалисты центров занятости повышают свой профессиональный уровень, потому что жизнь меняется, и надо меняться вместе с жизнью? Ну, у нас в рамках комплексной модернизации все специалисты проходят обучение. У нас теперь специалисты – это кадровые, карьерные консультанты, профконсультанты, которые оказывают именно услуги людям, исходя из их жизненной ситуации. То есть они обучаются у нас эмпатией, обучаются клиент-центричным навыкам. Обучение проходит как с помощью специалистов, сотрудников службы занятости, так и при содействии Министерства труда. Мы приглашаем людей, которые работают в сфере клиентского опыта, по улучшению его, для того, чтобы применить это в службе занятости, для того, чтобы наши специалисты стали более клиент-центричными. И уже подход менялся к человеку, и услуги ему оказывались именно исходя из его ситуации. То есть сначала был акцент на клиента. И специалисты при оказании услуг спрашивали у клиента, а что же нужно ему в первую очередь. Поэтому мы, естественно, повышаем квалификацию своих специалистов для более качественного оказания услуг. Ну, то есть акцент при взаимоотношении с гражданами делается именно на то, чтобы понять, что ему сейчас необходимо, вот что у него, что называется, болит. Правильно, господин? Да, все верно. И к тому же у нас проводятся кейсы-чемпионаты. То есть специалисты службы занятости собираются у нас, делятся по командам и решают уже кейсы, связанные с жизненной ситуацией клиента. Мы разбираем реальные отзывы клиентов наших, которые есть в службе занятости, принимаем меры по решению. То есть в режиме, так скажем, кейс-чемпионата рождается какое-то решение. Решение этой жизненной ситуации, которое потом применяется, тиражируется, и мы внедряем его в жизнь, в нашу работу. Вот так был, например, создан у нас чат-бот. Чат-бот, который сейчас помогает людям решать какие-то свои вопросы, связанные с занятостью своей. А что он умеет, чат-бот? Чат-бот, он отвечает на стандартные запросы. Если ответ человек не находит по стандартному вопросу, например, как встать на учет, как получить пособие, куда обратиться, какой адрес. Если человек не находит в этом чат-боте ответов, то он переадресовывается в контакт-центр, который у нас также единый по Самарской области. У нас там специалисты подключаются уже непосредственно в беседе, выясняют, что же конкретно человеку нужно, почему он не смог найти ответы в чат-боте. Ну, то есть как бы элементы искусственного разума, с одной стороны, а с другой стороны, то есть это позволяет разгрузить сотрудников вот от такой простой работы, уж совсем простой, с другой стороны, сразу направиться вот туда, куда необходимо. Александр Владимирович, вот вопрос к вам. Вы уже сказали о том, что сейчас меняется вот это направление, то есть если раньше мы все понимали, что служба занятости, у нас был такой стандарт и даже стереотип в голове, что это место, куда нужно идти, когда у тебя нет работы, и ты хочешь найти работу, ну и заодно еще встать на учет как безработный, чтобы получать пособие. Вот сейчас кто еще, кроме безработных, может к вам обращаться? На самом деле сейчас категория граждан, которые могут обратиться, в центр занятости очень широкая. То есть действительно здесь могут обратиться, скажем так, как вот и классической категории безработных, так это и особой категории, то есть это и мамочки, которые находятся в декрете, то есть у них есть возможность пройти переобучение. Соответственно, подростки могут у нас устроиться на временную работу, в каникулярный период, в свободное от учебы время. В принципе, службы занятости сейчас могут воспользоваться и любой гражданин, который может зарегистрироваться как ищущий. Александр Владимирович, я правильно понимаю, что по большому счету, вот вы сказали слово ищущий, это слово такое важное, даже ключевое. Мне в свое время один умный человек сказал, что когда ты работаешь, даже если ты работаешь, нужно все равно, ну скажем так, в режиме лайт все время присматривать другую работу, мониторить рынок труда. То есть речь идет о том, что человек, имея работу с вашей помощью, может, ну скажем так, мониторить рынок труда и посмотреть, а что еще такого есть интересного, куда я могу себя, где я могу себя применить, как я могу развиваться, ну и где я могу денег больше заработать. Это тоже немаловажно. Да, конечно, все правильно, вы говорите. Действительно, что человек, когда зарегистрируешься как ищий, у него появляется возможность получать всю необходимую информацию о вакансиях, о ситуации на рынке труда, вот, а также, соответственно, есть возможность повысить свой профессионалитет и свой социальный статус по средствам получения информации о вакансиях с более высокой заработной платой. Здесь вот важный вопрос. Это остается в тайне? Я правильно понимаю? Потому что действующий работодатель может, скажем так, ну не совсем оценить, хотя, с одной стороны, может быть и полезно ему знать, что его работник как бы смотрит на страну, а с другой стороны, вот, то есть это секрет, что вот человек... Ну, это создается личный кабинет на портале работы России, и, соответственно... Кроме него, никто об этом не знает. Интересно. Модернизация привела к созданию управляющего центра занятости. Вот что это такое и чем он занимается? Вы знаете, на самом деле, это очень тоже хороший вопрос, поскольку у нас в рамках комплексной модернизации произошло изменение структуры. То есть у нас произошла централизация административных функций, таких как правовое, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение, служба закупок, а также сектор социальных выплат. Вот кажется, что любая модернизация связана с сокращением, а у нас немножко наоборот произошло. У нас количество сотрудников, непосредственно оказывающих государственные услуги, увеличилось на 16%. То есть люди, которые в поле работают, их стало больше? Да, то есть непосредственно те, которые задействованы в оказании услуг, их стало больше. Тем самым у нас и охват, скажем так, граждан становится больше. Ну, это на самом деле очень здорово. Вот вопрос тогда, вот предположим, человек живет не на территории городского округа Самара, ну, я не знаю, там, муниципальный район Кошкинский, не суть. А может ли он обратиться за услугами вот в центр занятости города Самара? Да, действительно может. Опять же, вот в рамках проекта по комплексной модернизации и внедрения новых сервисов в Самарской области со 2 мая прошлого года заработал принцип экстерриториальности, который позволяет гражданину Самарской области, независимо в каком муниципальном образовании он зарегистрирован, получить услуги службы занятости в любом муниципальном образовании Самарской области. То есть, вот как правильный пример привели, если это он зарегистрирован в Кошкинском, а приехал и в настоящий момент проживает на территории Соклинского, то, соответственно, он может получить услуги там. То есть, на самом деле, это сейчас очень удобно. В таком случае, вот, важный вопрос, это работодатели. Наталья Борисовна, вот цифровые сервисы, адресованные работодателям, какие существуют и как вообще сейчас работаете с работодателями? Потому что, ну, как бы, две стороны вот в том, что называется работа, существуют работодатели и работник? Да. Ну, поскольку у нас внедряется управление клиентским опытом, улучшение его, работодатели, это тоже наши клиенты наравне с гражданами, мы для них тоже, ну, так скажем, проводим интервью, выясняем, какие у них возникают проблемы в точках взаимодействия со службой занятости. И из этого рождаются полезные им сервисы. Вот один из наилучших, ну, их много, их порядка сейчас 17 у нас в Самарской области, один из таких передовых, который пользуется наибольшей популярностью, это телеграм-канал «Мое развитие». Мы его создали специально, сейчас уже более тысячи работодателей туда вступили в эту группу. Мы там проводим онлайн, так скажем, вебинары, онлайн-вебинары по рассмотрению какой-либо темы, которая интересует работодателей. Например, временное трудоустройство несовершеннолетних, как устроить ребенка, какие документы нужно оформить, сколько ребенок должен работать, например, какую-то информацию по охране труда, какую-то информацию по кадровому делу производства. Был отдельный вебинар по оптимизации бизнес-процессов, что наиболее актуально для работодателей. Мы им на этом вебинаре у нас спикеры профессиональные рассказывают полезную им тему, дают обратную связь и остаются до последнего на связи, когда у работодателя возникают вопросы, они тоже с ним связывают для его решения. Этот сейчас сервис пользуется популярностью. Сейчас мы ввели в практику собирать обратную связь по итогам проведения этих вебинаров и до проведения для того, чтобы формировать повестку и рассматривать там именно те вопросы, которые нужны в данный момент работодателям, чтобы мы опять же стремимся к тому и становимся полезнее для них. Ну да, потому что, собственно, одна из ваших задач. Александр Владимирович, а вот если говорить тогда о работодателях, а сейчас какие вакансии наиболее востребованы на региональном рынке труда, ну и какие самые интересные, наверное, с точки зрения денег? Потому что все мы работаем, к сожалению, в том числе ради денег. Ну, знаете, я бы здесь остановился в первую очередь, наверное, на первой части вашего вопроса. Востребность профессии мы определяем по количеству размещенных вакансий на портале Работа в России. Вот в настоящий момент самыми популярными вакансиями являются рабочие специальности. Это станочники, сварщики, электромонтеры. Что касается инженерного состава, это инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист. Как вы видите, все вакансии находятся в промышленном секторе экономики. В реальном секторе, скажем так, наконец-то. Да, в реальном секторе. В принципе, все данные специальности, которые я озвучил, они, ну, скажем так, относительно с высокой заработной платой. Не хотел бы приводить конкретные цифры, поскольку здесь действительно как бы разбег очень большой в зависимости от квалификации, от предприятия, ну, достигает, скажем так, нескольких сот тысяч. Ну да, это если высоко квалифицированный специалист с хорошим бэкграундом, то есть и востребованный, и сейчас вот горит, никуда не денутся. И кроме того, многие работодатели предлагают расширенные социальные пакеты, предлагают, так называемые, релакционные пакеты для граждан, переезжавших из других субъектов Российской Федерации, либо из других муниципальных образований. А переезжают сейчас, вот, кстати, каким-то образом идет эта работа по, ну, скажем так, перелокации людей из регионов, где рынок труда не так выглядит, как у нас, где рабочие силы избыточны, вот к нам, например. Что-то делается для этого? Да, служба занятости в Самарской области проводит большую работу по привлечению и закреплению, и адаптации граждан, в том числе и молодого возраста, из других субъектов. У нас проводятся регулярные выездные рекрутинги в трудоизбыточные регионы, такие как Республика Ингушетия, Дагестан, последний раз у нас был выезд в Республику Тыва. Действительно, у них ситуация рынка труда совершенно иная, то есть они относятся к категории трудоизбыточных, где мало вакансий и много безработных. Очень здорово. Вот, кстати, а где можно посмотреть все вакансии региона? Все вакансии региона, так же, как и все резюме, находятся на федеральном портале работы России. То есть заходи, и там все как бы все очень, ну, скажем так, достаточно дружелюбно. А вот как принять участие в мероприятиях центров занятости населения? Для того, для того, чтобы принять участие в мероприятиях центра занятости, мы разработали специальный удобный сервис для граждан, для людей, который помогает им ознакомиться со всеми мероприятиями, которые происходят на любой территории Самарской области, в любом территориальном центре занятости, в том числе и за пределами, куда мы тоже выходим. у нас есть сервис мероприятия кадровых центров. На этом сервисе мы создали такой график, график мероприятий в разбивке по территориям. Человек может ознакомиться, например, какие ярмарки, вакансии есть сегодня. Заходит на любую территорию, там можно выбрать, например, Самара. Заходит и смотрит, какие ярмарки, вакансии, где проходит на территории Самары. Либо это сам центр занятости, либо это наши партнеры, куда мы выезжаем и их проводим. Также на этом сервисе расположены, например, мероприятия по обучению. У нас их очень много. Это различные мастер-классы, это тренинги, это семинары по организации собственного дела, по развитию финансовой грамотности. Это различные мероприятия, информационные дни, например, для молодежи, для молодых специалистов. То есть мы выезжаем, рассказываем. Это в том числе у нас для различных категорий, там есть мероприятия. Человек может зайти, ознакомиться, записаться на это мероприятие и уже прийти без приглашения по тому или иному адресу, быть уверенным, что он туда попадет, что оно там точно проходит. И, в общем-то, даже на этом сайте можно оставить обратную связь. Можно написать, что понравилось, что не понравилось. Мы это, естественно, берем все в работу, с коллегами обсуждаем. Если вдруг что-то не понравилось, стараемся это, опять же, улучшать. Это абсолютно анонимный опрос, но он нам помогает вот как раз в рамках улучшения клиентского опыта решать какие-то задачи, которые стоят перед клиентом, про которые мы просто не знаем. Благодаря этой обратной связи мы о них узнаем, ну, естественно, совершенствуемся и становимся лучше. Еще один важный вопрос, наверное, один из самых важных. Специальная военная операция, СВО. Вот как вы помогаете участникам специальной военной операции, что делает со службой занятости для того, чтобы помочь им вот при поиске работы, при смене работы и так далее? Это особая категория, с которой мы работаем. На нашей территории Самары и в различных муниципальных районах. Ну, во-первых, создан фонд защитники Самарской области. Он исторически так сложилось находится с нашими пососедствами, с нами пососедствами. На этой территории у нас работает специалист по обслуживанию данных клиентов. Мы там тоже выстраиваем клиентский опыт для того, чтобы он был для них бесшовный, чтобы он пришел в фонд защитники отечества и получил все услуги в режиме одного окна. У одного специалиста, который там находится от службы занятости, организует эту работу, то есть человек может прийти и подать заявление на портале. Если у него нет учетной записи, специалист может ему помочь эту учетную запись на госслугах оформить, подтвердить и опять же помочь подать это заявление. Если человек хочет переобучиться, также мы помогаем подать там заявку. Хочет открыть собственное дело, мы даем вот эту начальную информацию, как это сделать, как открыть собственное дело, куда нужно пойти, то есть его шаги, ближайшие его, намечаем, ну и пытаемся его ситуацию решить. Естественно, там обращаются к нам разные категории граждан, и фонд защитники отечества, который у нас на стадионе Самар-Арен находится в данный момент в Самаре, это не единственная точка присутствия. Также в каждом муниципальном районе с этой категорией мы работаем, взаимодействуем с социальными координаторами, которые есть, и, в общем-то, напрямую прям выходим на этих людей и стараемся уже как бы проактивно с ними взаимодействовать. Мы, то есть человек не знает, что, например, можно у нас какие-то услуги получить, мы выходим через социальных координаторов на это людей и предлагаем свои услуги и выясняем, что им нужно в рамках нашей компетенции, да и не только, если у него даже складываются какие-то ситуации, например, что достаточно, ну, широкий такой запрос, мы подключаем всех просто, в том числе, тесно взаимодействовать с Фондом Защитника Отечества. И вот с этой целью у нас даже создан клуб, клуб для своих. Первая у нас работа этого клуба реализована в Кошкинском районе, но сейчас она уже растиражирована по многим муниципальным районам Самарской области. Человек может прийти, обратиться, которая эта категория, и не только эта категория, а также член семьи, участник СВО может обратиться в этот клуб, мы приглашаем, опять же, там спикеров, тех, которые под его жизненную ситуацию, ну, необходимы для решения его жизненной ситуации. И, в общем-то, стараемся взаимодействовать вот таким образом, чтобы этот клуб стал полезной, этот клуб стал площадкой для развития, для того, чтобы человек действительно получал пользу, решал свои проблемы. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, а затем продолжим нашу беседу, она как раз будет связана непосредственно с сюжетом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самые востребованные профессии, самые высокие зарплаты, самые грандиозные перспективы. Твое будущее в твоих руках. Всероссийская ярмарка трудоустройства. Время возможностей. Уважаемые гости, ну вот посмотрели мы сюжет, он касается предстоящей Всероссийской ярмарки вакансий. Она начинается на этой неделе буквально. Вот расскажите об этом мероприятии. Что это такое? Зачем это? Всероссийская ярмарка трудоустройства это масштабное мероприятие, которое проходит одновременно во всех субъектах Российской Федерации. В этот день для посетителей будут доступны все карьерные возможности. Работодатели представят наилучшие вакансии. Карьерные консультанты расскажут о новых сервисах и услугах службы занятости. А все посетители смогут принять в профориентированных мероприятиях. Все это позволит вам сэкономить время и не приходить персонально в Центр занятости. Просто приходите на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Где она будет проходить? Какие площадки? Куда можно прийти? Здесь мы подошли символически, поскольку она проходит у нас 12 апреля на территории Самарской области. Она будет проходить на территории 12 муниципалитетов. Главной площадкой ярмарки будет в торговом центре Гудок. Торговый центр Гудок. Где с полной программой можно ознакомиться? С полной программой ярмарки можно ознакомиться на сайте Министерства труда и занятости миграционной политики Самарской области, а также на страничках в социальных сетях службы занятости. Вот на ваш взгляд она чем полезна для как работодателям, так и для потенциальным работникам? То есть вот вы как эксперт скажите, почему туда нужно прийти? Вот что там такого полезного? Как вы считаете? Ну, вы знаете, на самом деле ярмарка вакансии это такое мероприятие, где соответственно соискатель может найти наилучшую, скажем так, профессию для себя. Предприятие может найти соответственно себе лучшего специалиста. А, скажем так, карьерные консультанты расскажут именно о тех услугах, которые предоставляет служба занятости. В том числе и обучение, временное трудоустройство. Ну, то есть по большому счету это вот место, где можно прийти и решить все кадры проблемы? Да. Последний вопрос на сегодня. Запись предварительная нужна или можно прийти просто вот? Да, действительно запись сейчас ведется. На портале Работа России можно оставить свою заявку посредством либо телефонного номера, либо электронной почты. Но также мы ждем и всех желающих без предварительной регистрации. Ну что же, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Вы меня сегодня, честно скажу, приятно удивили. Вот я вижу, как меняется в вашей службе и она меняется в лучшую сторону. Это действительно очень важное дело, которое вы делаете, потому что работа это одна из основ нашей жизни. Поэтому всегда рады видеть вас в нашей студии. Приходите. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были директор Управляющего Центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин и заместитель директора Управляющего Центра занятости населения Самарской области Наталья Чагадаева. Всего вам доброго и находите хорошую работу себе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин